Добрый день дорогие друзья, с вами аналитик по фондовому рынку Академии трейдинга инвестиций Артем Вольфовский. Для вас у меня сейчас новые новости, но прежде чем мы с вами к ним перейдем, я хочу отметить то, что если вы следили, открывали сделки по компании Boeing, вы точно заметили, что акции еще с понедельника на вторник при выходе положительной отчетности. Себя отработали в полной мере, сейчас я вам покажу терминал, вы оцените цены, которые есть уже сейчас, даже несмотря на то, что после роста акции скорректировались, они по-прежнему находятся на уровне, сейчас одну минутку, дорогие друзья. Так, терминал, видите, соответственно, текущий момент, цена по Boeing, сейчас откроем, сегодня торговали еще на золоте на снижение, так, так, так. Итак, смотрите, цена по Boeing сейчас уже на уровне 339, естественно, акции снижаются после того, как рост, соответственно, акций был отмечен, на уровне 346 долларов за акцию, вот, это был проскок до 347. Я, в принципе, вам всем давал тейк на 350, к сожалению, пока к этому уровню не пришли, но, тем не менее, это среднесрочная цель, а, в принципе, если вы покупали по 333, когда открылся рынок после моего прогноза аналитики, да, вы бы в любом случае получили бы 10 долларов роста на одну акцию, а на купленные 100 акций, то есть на один лот, это 1000 долларов вашей прибыли с учетом плеча, то есть сделка по-прежнему в плюсе, ее можно закрывать даже сейчас, и при этом оставаться довольно-таки хорошей прибыли. На один лот выведенной суммы под лот по акциям компании Boeing, да, например, на 3300, вы бы заработали чистой прибыли ровно 1000 долларов, то есть как и отмечалось изначально по прогнозу. Далее, соответственно, что еще хочу отметить, давал прогноз буквально вчера по компаниям General Motors, по компаниям Microsoft, также хочу обратить внимание, что General Motors, да, в себя не отработал в полной мере, но с учетом той динамики, которая идет по акции, мы можем ожидать, соответственно, в ближайшее время роста до 40 долларов за акцию на средний срок, потому что рост промышленности сейчас будет повышаться, учитывая, что Трамп ориентирован на продажи отечественного производства и его продукции, да, американских именно товаров, автомобилей и так далее, то, естественно, можно ожидать выхлопа от этой компании в средний срок. Обращу ваше внимание на акции компании Microsoft, потому что компания читалась положительно по всем соответственным своим данным, как, кстати, и General Motors, но по General Motors мы не получили того стоящего роста, который я ожидал в моменте, но компания Microsoft оправдала его в полной мере. Итак, смотрите, обратите внимание, вот посмотрите, какая свеча, как масштабно поднялись цены, достигли даже 97.90 на гэпе, но, как я и говорил, покупая по 93, продавая по 96, 97, мы, соответственно, бы выиграли с вами дополнительные 500 долларов прибыли. Тем не менее, к вашему депозиту это было бы весьма кстати, причем на выведенные 940 долларов на лот по текущей цене. То есть, грубо говоря, в начале недели на Боинг заработали как минимум до 1000 долларов на выведенные 3300, депозит 10 тысяч долларов, например, в докере КГФорекс, это было бы вполне оптимальным вариантом. Далее бы открыли бы с вами General Motors и компанию Microsoft. Две компании читались, обе в плюсе, и по компании, соответственно, Microsoft мы бы вытащили на 940 долларов, 500 долларов чистой прибыли. То есть, условно, за одну торговую неделю с нами, по фондовому рынку, с компанией КГФорекс, с моей аналитикой, вы бы сделали как минимум 1500 или 15% к депозиту, да, и, соответственно, довольно-таки хорошую доходность к этим выходным. Далее. Если мы говорим с вами о текущей доход отчетности на сегодняшний день, что-то стоящего я не обратил внимания из тех компаний, которые там есть. Можно сделать хорошую доходность на Airbus, потому что, в принципе, ответные санкции от России они не получили, и можно провести торговлю по ним. Но я лично сегодня сделать никаких, открывать не буду. Что еще хотел бы отметить? Уже есть определенные вопросы, да, от наших инвесторов, трейдеров, кто смотрит мои прогнозы, откуда я беру, соответственно, аналитику, и по каким критериям я анализирую компанию. Первый фактор, естественно, это внимание и волатильность, которые можно получить. Да, это основной момент, с которым я работаю. Потому что нет смысла залезать в те акции, в которых ты не знаешь, будут ли торги, да, и будет ли на них, в принципе, спрос на падение или на рост. И вообще, в целом, будут ли они пользоваться торгами сегодня. Поэтому это ключевой момент. Поэтому именно сейчас я обращаю именно на те акции, которые отчитываются, и на которых сейчас самая высокая, по сути, ожидается волатильность. А далее, исходя из данных, мы уже подбираем прогноз на рост или на падение тех акций. Поэтому был рад снова быть, как говорится, с вами на связи. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, посещайте нас сайт Академии трейдинга и инвестиций. И буду рад вашим вопросам на корпоративной почте для Вольфовского Артема. На этом у меня все. Успехов и больших профитов вам! Академия трейдинга и инвестиций 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 Академия трейдинга и инвестиций